Туруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру Его оппонент Куната Гейминг. Волосато. Снизу. Все очень-очень просто и сложно одновременно. Пыщ-пыщ. Смотрим, как сейчас Паша это все будет отыгрывать. Ну, опять у нас. Ага. Знаете, судя по всему, это будет либо барак ЦЦ, либо барак ГАЗ. Уже можно. Ну, мы видим ралли-поинт через шифт сюда. Значит, барак в любом случае пойдет. Действительно идет барак. Нейтрон, кстати, вернулся в игру. Что касается его оппонента. Ну, оппонент там барака, а не нейтрона. Естественно, волосатый играет через ассимилятор. И гейтвей. И идет соплайчик. Причем достраивает его браток. И понимает волосато, что он не пройдет. Барак ЦЦ в классическом его исполнении. Ну, почти в классическом. Единственный минус, что браток во имя того, чтобы не дать оппоненту информации о ГАЗе, пораньше воткнул второй сапплай. Но ЦЦ тоже пойдет в ближайшем времени. По логике вещей. Смотрим, чего сейчас добьется разведка от братка. Спрашивают, когда Legacy of the Void выйдет. Примерно года через три, мне кажется, после Hearts of the Swarm. Hearts of the Swarm. Да, без песс на конце. Я не уверен, что еще история под Legacy of the Void придумана. Ой, ну что, вот действительно идет ЦЦ. Действительно идет ЦЦ. Причем, обратите внимание, очень грамотно ставит браток ЦЦ ровно так, чтобы вот с этой точки пробка, которая может попытаться заехать и будет остановлена поднятым соплаем, этот ЦЦ не увидела. Какой счет? 1-1. Оу! Вот что Паша-то придумал. Паша-то придумал интересную вещь, а у нас тут Stargate. Ха-ха. Интересно. 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 У нас барак в 2 ЦЦ. Барак в 2 ЦЦ плюс 2 барака. Отыгрывает Павел Кузнецов. Stargate уже почти доделан. Тут три гейта. В общем, как-то да. Как-то так. С Войдрейм будет олынить своего оппонента. Волосато сейчас. Фениксы, да, фениксы. Войдрейм продакшене, фениксы. Паша бил довольно халявный, это факт. Ну, три барака, один Техлаба, да? Под три марика за заказ. Не знаю, не знаю. Тяжко будет. Будет тяжко. Второй бункер ставится. А что видел вообще, браток? Да ничего. А, он видит сейчас, что на мейне у оппонента что-то как-то ничего особо нет. Три гейта и всё. И не Нексуса, и не прочие ерунды. А значит, оппонент что-то задумал такое экстраординарное. Масмулы, всё в этом плане очень-очень здорово. А чего ждёт господин Волосато? Ух ты, три Войдрея. Три Войдрея, и Паша проверяет всё на проксе. Ну, естественно, как бы, разведка донесла, что там что-то такое экстраординарное и непонятное. И чтобы понять это самое непонятное, надо прочекать карту. И сейчас, как только он увидит этот Старгейт, сразу всё станет на свои места. Та-ра-ра-ра-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да. Вот увидели Войдреев. Вот увидели Старгейт. Какие решения? Ещё один бункер. Ну и начинается. Начинается самое страшное для братка в этой ситуации. Три Войдрея. В разогретом состоянии дамажит очень-очень здорово. Все Войдреи не побитые. Побиты лишь Сталкеры. Но тут бункеры, 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 бункеры. В количестве двух штук ещё один ставится. Сейчас надо оттанцовываться и копиться. Я думаю, браток не раз и не два попадал в такую ситуацию. И видел он эти пуши с Войдреями. В своё время они были очень-очень популярны. Пока он терпит и ждёт. Его по лимиту меньше. И, в общем-то, определённые проблемы имеются в наличии. Харасят. Харасят Войдреи и в соплай-блок. Братка загоняют. Но браток, в общем-то, ситуацию прочитал. У него соплай ещё один достраивается. Мариносов много. Мариносов много, но с тимпакой плюс один пока нету. Поэтому ломиться туда не стоит. Вот. Войдреи висят. Кстати, Войдреи-то уже пробитые. И Нексус. Нексус от Волосатого. Он поджал своего оппонента. Заставил паниковать. И побежали ещё раз. Побежали ещё раз. Браток доконтраливает ситуацию по максимуму. Войдреи до сих пор живы. Естественно, у них там огромное количество щитов. И эти щиты пробивать довольно долго. Так, ну что. Стимпак есть. Щиты делаются. Плюс один вот-вот будет готов. И там уже достраивается факта. Но браток не может занять свои локации. Честно, положенные ему. По билду. Вы знаете, есть такое ощущение, что вот сейчас Есата дал. Ну, он же Волосата дал накопиться своему оппоненту. И с таким количеством Мариносов, с щитами, уже можно будет выходить на стимпаке, пытаться всё это разобрать. Но форсфилдов стоит бояться. Парам-пам-пам. Побежали. Забрали кое-чего интересного. Пытаются по максимуму дэмэдж нанести оппоненту браток. У него по инкаму сейчас нету преимущества. Видимо, мулов не накидано. И с медиваками можно будет идти вперёд. Тем более, два медивака уже в заказе. Провоцируют. Провоцируют Волосата своего оппонента на вот такие неаккуратные мулы. Ещё форсфилд. Ну, теперь четыре Мариноса выходят. Плюс мародёр. За один заказ это очень-очень здорово. Ну, вот они медиваки. И с ними уже можно что-то делать. Форсфилд. Обратите внимание, какое принятие решений. Передроп. Факта полетела. ЦЦ тут встала. И сейчас можно поджать-то. Очень-очень неплохо. Оппонента даже поджимать не будет. Он просто в атаку пойдёт. Правда, тут тоже его ждут шесть сталкеров. И в очередной раз провоцируют оппонента на всякие непонятные мувы. Господин Волосата. Ну, сомневаюсь я, что вот эта кучка смельчаков справится. Да, не справится. Тем более без медивака. Ну, и что? У братка три локации. У оппонента две. У братка 99 лимит. У оппонента 97. Викинги есть против этих самых воидроев. Правда, 1-1 уже есть у Протаса. Что касается Терана, то с одной инженерки делаются грейды. И тоже, кстати, 1-1. Тоже, кстати, 1-1. И сейчас начинается замес. Один медивак. Этого, конечно же, маловато. Плюс блинки есть у сталкеров. Поэтому микрить в этой ситуации Протасу, в принципе, удобно и приятно. И вы знаете, тут как бы разбирает своего оппонента, конечно же, Протас. Но, вы знаете, у него как бы рабов меньше. Смотрим, что парабам. 51 на 37. 51 на 37 парабам. Просто забывает подстраивать их. Сейчас Протас. Ой-ой-ой. И вот, вы знаете, тут давар очень опасен сейчас. И как бы сейчас отбиться-то, Паша. Жесткий демэдж наносит сейчас сталкеры. И Войдрей разогретый по мародерам. Тоже жестко дамажит. Но Войдрея не стало, и Паша отбивается. С СВ-шками, со всей ерундой. Но отбивается. Молодец. 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 В этом плане ситуация в очередной раз стабилизировалась. Парабам все еще, кстати, меньше Протаса. Еще сталкеры. И они попытаются тут поразводить, похарасить. И на стимпаке. Побежали, побежали. Блин, конечно, хорошая тема. И мешает очень-очень серьезно. Но, я так понимаю, Волосата фанат просто этого Грейда. Что дальше у нас по рабочим? 59 на 43 до сих пор в пользу Паши. И Волосата что-то знает о локации, которая... Вот ничего он не знает о той локации. Нормально, нормально на стимпаке армия. Это наносит дэмэдж. Мародеры очень жесткие в такой ситуации. И пусть Грейды у Паши немного хуже. В ТОС это уже 2-2 доделалось. Но, тем не менее. Тем не менее. Дома выходов какие-то технологии нету. Значит, это по факту Аллын. Блинк Аллын с двух локаций. И, то есть, вы знаете, будущего, будущего у этого Пуша нету никакого. Сейчас Волосата, естественно, приходит посмотреть, что тут, как тут. И видит ЦЦ. Добрый день. Халлё. Мой ним из Линдси Лохан. И браток идет эту самую локацию отбивать. Немножко пацанов остается, чтобы сталкеров на муви забрать. Фокус ЦЦ. ЦЦ надо было по-хорошему вычинивать. Я не знаю, учили ли вашу таким фокусом. Да, ЦЦ вычинивается. Хватит ли нет ДПСа? Нет, не хватит ДПСа. Этой армии. И блинка не будет. Блинка не будет. Тут армия классно наносит дэмэдж. Джи-Джи пишет. Волосата. Еще становится 2-1. Браток проходит дальше. Продолжение следует.